друзья всем большой привет с вами александр сегодня я вам расскажу о колясочке которая мне очень очень и очень понравилась естественно я не могу назвать ее идеальной но внешне она очень стильная прикольная особенно в этом цвете в таком милитари стиле кармашечки все как-то так сделано в общем не очень понравилось да и как коляска в принципе если мы дизайн уберем в стороночку она тоже получилась очень удачная цена кстати не заоблачная но в этом скажем так премиальном сегменте абсолютно конкурентоспособная это у нас нидерланды компания мусси моделька называется неё что она себя представляет сегодня мы будем рассматривать ее комплектацию 2 в 1 и начнем мы изучать с люльки и сверху вниз как говорится посмотрите на люлечку как по мне вот вернусь дизайну очень очень стильненько аккуратненько кругом кармашечки сверху по бокам здесь вот тоже интересное решение вот эта часть опускается вся она полностью по всему контуру в липучке то есть поддувать не будет подвернули соответственно закрепили все на коричневых таких из эко кожи зажимах с кнопочкой все четенько козырек у нас тоже достаточно большой с хорошей ручкой для транспортировки с дополнительным еще козырьком спереди его он естественно загибается это во всех колясках так происходит вот регулировочка у нас осуществляется козырька тоже очень просто нажали кнопочки и не нужно держать и параллельно давить нажали все он дальше уже сам по себе опустится что касается у нас вот эти вот накидочки на ножки она у нас фиксируется в двух местах и везде она фиксируется на кнопочках вот смотрите так вам будет видно она вот снизу здесь фиксируется и внутри сам бортик и дополнительно еще липучка немножечко вот собственно как я говорил здесь с кармашки кругом в общем как практичная на сделано максимально так давайте заглянем внутрь что она из себя представляет внутри ну что тут обычная классическая люлька ничего в такого удивительного деревянное дно приятные очень ткани вообще ткань очень классная она такая чувствуется надежная на износостойка это стопроцентно такие материалы уже мы видели много раз в общем как такая спецодежда вот и очень удобный классный мягкий дышащий весь матрасик тоже имеется деревянное дно наверное уже сказал да вот поэтому к люльке претензий здесь быть не может стильненько аккуратненько функционально как по мне люлечка получилось очень классно давайте посмотрим на нее снизу если там у нее ножички как это все ставить удобно ли будет в реальной жизни в эксплуатации смотрите чтобы снять здесь немножечко необычная система вот тут стоят такие зажимы которые нужно вниз надавить и вперед вот так вот протолкнуть и после чего с двух сторон естественно после чего просто ее поднимаем так снизу у нас мы видим черное основание и четыре ножки самое главное что есть ножки потому что если бы это особенно было контакта кожей без ножек это всегда рвется как-то царапается в общем не практично как по мне так рама теперь мы сейчас на не установим прогулочный блок и посмотрим на него прогулочный блок у нас вот такой он большущий место на валом широкий давайте установим естественно и по ходу и против хода его можно ставить куда без этого вот соответственно что мы имеем в плане безопасности пятиточечные ремни можем отрегулировать их по высоте в три секции у нас для этого сделано мягкие накладки на паховой зоне бампер вот из минусов про бампер сразу скажу потому что этот момент мне не понравился немножко не понял почему так сделано инженером наверно стоило чуть-чуть додумать этот момент потому что все дальше он не откидывается и я не могу его как бы повернуть и опустить вниз вот собственно как у нас регулируется и ребенка как-то сбоку лучше так чем он вообще не откидывается но как по мне можно было сделать чуть поудобнее в этом плане но как есть имейте в виду подножечка регулируемая здесь нас хорошая ступенечка все хорошо спинка очень высокая жесткая в общем по пространству для ребенка я считаю здесь более чем все хорошо козырек у нас регулируется вот таким образом вот эта секция у нас дополнительно она закрывается также у нас есть и смотровое окошечко которое также можно завернуть сверху зафиксировать как вот на люльке сейчас было и сделать вот таким образом как по мне прикольно так регулировка по наклону давайте посмотрим 170 так 170 градусов кстати вес максимально ребенка она выдерживает 15 килограмм и люлька 74 на 30 если кому-то нужны точные цифры размеры и кстати 57 сантиметров всего лишь ширина колесной базы это очень хорошо потому что мы в любой лифт спокойно можем заехать итак смотрим дальше провод закрутился так давайте теперь посмотрим на саму раму начнем с ручки ручка у нас здесь регулируется по высоте телескопически эко-кожа у нас используется на бампере и на ручке эко-кожа достаточно такая грубоватая здесь все такое вот как и ткань я вам говорил очень надежная и то же самое реализованной в эко-кожи очень плотная грубая твердая такая эко-кожа я думаю долго будет служить с хорошей такой ровненькой классной прострочкой соответственно и на бампере у нас тоже самое диапазон регулировки ручки я считаю ну достаточный под любой рост можно прекрасно подобрать высоту что касается рам давайте с вами раму посмотрим металлическая рама таких рам на самом деле вот такой формы делают много производителей и хорошая проверенная конструкция поэтому вот кому кажется что вот здесь вот типа ничего нет вот здесь вот у нас усиление ну и соответственно стык рамы это очень проверенная надежная конструкция поэтому не парьтесь про вот то что здесь ничего нет это нормально так большой нормальный багажник конечно хотелось бы его чуть пошире ну ну как есть зато у него жесткое дно провисать не будет у него удобный доступ багажник принципе жить можно тормоз у нас нормальный сверху нажимаем оба раза заблокировали и разблокировали колеса легкие полиуретановые ненадувные без камеры имейте в виду и передние нас поворотные с возможностью фиксации и давайте покажу вам амортизацию потому что здесь на самом деле с амортизации все очень очень хорошо смотрите спереди очень мягкий ход и большой сзади давайте посмотрим вот так что с комфортом в этой колясочке для ребенка все очень хорошо и на плохой дороге нормально себя будет ваш ребенок чувствовать его не будет колбасить трястись здесь на конечно бы еще одну секцию в козырьке было бы вообще красота тогда бы она была почти идеальный так смотрите давайте теперь посмотрим как она складывается потому что складывается на очень даже интересно нам нужно вот так вот перекинуть вперед козырёчек опускаем подножку все вот как она видите сама уже дошла до конца потом нам нужно нажать две кнопочки вот так вот перекидываем ручку складывается она по ходу движения и после чего нам нужно здесь дополнительные кнопочки нажать вот все как мы видим она остается на колесах эта конструкция позволяет нам катить ее как чемодан особенно вот задней стороны нет подождите как чемодан заднем и не покатим потому что у нас вот эта часть не фиксируется пардон можно катить вот с этой стороны собственно преимущество такой конструкции в том что у нас всегда она на колесах она не пачкает у нас никаким образом саму коляску недостатки тому что она становится чуть крупнее потолще но коляска не маленькая сразу держите в голове что в багажнике понадобится немножечко больше места вот собственно и все так нужно поднять у нас получается ручку и потом вот так вот ставим и на место вот собственно и все складывается она вот так вот специфически поэтому имейте в виду когда будете выбирать если будете выбирать эту коляску для себя что нужно чуть побольше места в багажнике на самом деле разница с классической системы складывания пополам и где колеса чуть сгибается небольшая ну вот наверно вот капельку поэтому в принципе адекватно собственно что хотел вам рассказать я вам рассказал как по мне колясочка достойна внимания цена у нее абсолютно конкурентоспособная своем премиальном скажем так сегменте кто любит направление такое military дизайн вообще я думаю порадуется мне лично очень близко такой дизайн такие ткани я люблю колясках больше практичность нежели какие-то там такие знаете новомодные фишки дизайне мне это не сильно все интересно мне важно чтобы было надежно крепко ткани были износостойкие здесь все хорошо амортизация принципе для жизни она сделана классно поэтому ссылочка на нее в описании на первую коляску есть можете пройти посмотреть и приехать магазин первая коляска в россии уже один из магазинов я думаю скорее всего в вашем городе будет нужный магазин и придите посмотрите убедите словах что сейчас обзоре сказал она действительно интересная как минимум и внешне цепляет взгляды прохожих родителей собственно это все понравилось видео ставь лайк подпишись на канал и всего доброго до свидания